друзья добрый день ну сначала давайте не нарушать нашу традицию поскольку уже мои постоянные слушатели говорят но как же вот без лекарства поэтому давайте для хорошего настроения для уверенности в себе 10 грамм буквально за ваше здоровье хорошо итак значит сегодня речь пойдет о здоровье о моей системе здоровья и кто дослушает меня до конца тот увидит или услышат метод который идет на оздоровление вашего в частности моего организма тот кто будет последовательно выполнять то что я расскажу испробует это на себе и так ваше здоровье сейчас поехали в жизни бывает очень много сложностей у каждого из нас и нужно уметь их преодолевать нужно уметь быть сильным несмотря ни на что это моё кредит кредо мой тезис и один из моих важнейших принципов жизни потому что сложности появляются с течением времени иногда все больше и больше я не буду рассказывать вам про свои сложности я только расскажу как от них попробовать избавиться я имею ввиду с точки зрения своего внутреннего я своего состояния и так речь пойдет об омоложении и конечно же о здоровье ранее я поставил несколько видео касательно водных процедур и мне соответственно задавали очень много вопросов говорят но вот как же ты водные процедуры почему только холодная вода и без холодной воды никак вы не станете стильным вот вот сейчас речь пойдет об обмоложении и о горячей воде вот это принципиально немножко разница ну почему потому что есть им и янь вы знаете да единство и борьба противоположности говоря европейским языком и восточном и не так вот то же самое это вода и огонь холодная вода и горячая вода внутри каждой системы есть своя подсистема в воде вода может быть горячая холодная камень может быть холодный горячий точно также вот это вот энергия которая существует на разнице вот этих вот потенциалов если говорить уже научным языком электричество вот вы должны уметь ее брать и превращать себе в пользу поэтому я хочу поделиться с теми кто меня слушает кому это интересно о своей системе если можно сказать омоложение что системы быть постоянно в тонусе постоянно уметь сбрасывать себя негатив как бы это ну не звучало может быть так может быть пафосно но попробуйте вот после моего видео прямо сразу попробуйте ну или там вечером там на следующий день сделать то что я рекомендую и вы почувствуете эффект значит я не зря это видео поставил ну давайте по существу я системный аналитик то есть человек который привык во всем видеть систему это что я вас призывали то что я говорю это конечно в первую очередь для тех кто считает себя здоровым ну по крайней мере здоровым настолько чтобы эту методику попробовать выполнить она с одной стороны простая с другой стороны она как бы дает вам ну совершенно другое мировосприятие и она дает вам колоссальный физический эффект ну я сейчас вам расскажу покажу и вы увидите в чем лечь я отставлю немножко вот этот вот стульчик и поставлю на первое ваше внимание вот этот вот стульчик здесь лежит вот такая щетка с конским волосом вот она видите вы не знаю какие то можно назвать одежда можно взять массажный только хочет да и стоит оливковое масло бутылочка я буду говорить сегодня о водных процедурах которые лично я делаю раз в неделю это минимум а так ну как на меня какой-то негатив упадет и я хочу оздоровиться омолодиться я это принимаю очень все намного проще чем даже вот вы думаете рассказываю по существу у человека одной из главных элементов есть кожа согласны со мной так кожа это ткань да вот она нас окружает и очень многие там девушки девочки женщины старички и старушки и так далее пытаются омолодить свою кожу там крема всякие впитывают там в эти самые называют массажа всякие делают вот я вам расскажу свой способ как быть здоровым и омоложать свою кожу каким образом чувствовать тонус и наверное это позволит вам также но я бы сказал психологически стать обновленным человеком потому что каждый день на нас наваливается огромное количество стрессов что такое кожа коротко буквально да это набор клеток ткани но что такое клетка это биологический организм который функционирует который живет какое-то время он живет потом отмирает и умирает и у человека дальше что получается когда за кожей не ухаживать как же собственно говоря не очищать любую другую ткань она отмирает и вот это отмирание кожи мы его видим там на пятках на различных вот-вот у меня отмершая кожа положено потому что я тренируюсь там отжимаюсь и так далее то есть от нее от старой отмершей кожи нужно очищаться и вот я расскажу каким образом я омолаживаю очищаю свою кожу у всех из нас наверное есть ванна или по крайней мере даже будучи в командировке кстати когда я нахожусь в командировке я тоже ввожу с собой вот эту вот щеточку иногда вот без этой палочки но вот эту щеточку я с тобой стараюсь везде возить это очень жесткий такой конский волос на первой естественность натуральный вот он такой жесткий жесткий но я уже к этой привык потому что использую достаточно долго ну так вот кожа ваша она покрывает все тело кожа это главный сенсорный механизм да то есть вы кожи ощущаете вы ощущаете холод вы ощущаете тепло жару через кожу выделяется пот и соответствующим образом от состояния вашей кожи зависит очень многое если не сказать ну прямо буквально можно сказать каждый орган почему потому что на то на теле если вы знаете там восточную рефлексотерапию вот есть кстати очень книжка интересная кто хочет глубже в это окунуться я ее получил первый раз по моему в восьмидесятом или восемьдесят первом году называется на очерке методов восточной рефлексотерапии издание Улан-Батор и автор Гава Луфсан я ее сейчас не могу показать она у меня к сожалению в другом доме находится не в этом где я нахожусь так вот значит это очень серьезная очень далеко идущая книга для тех кто занимается или хочет заняться акупунктурой я уже последнее время таких изданий не видел лет наверное 20 но вот эту книжку я рекомендую так вот на коже у нас имеются точки активные воздействие на которых как вы знаете из восточной рефлексотерапии помогает оздоровить снять боль ну короче говоря это отдельная тема дальше на на коже у нас имеются каналы то есть это как бы энергетические линии которые опять же пришли теория и практика пришла с востока благодаря которым человек через кожу через кожу может получать определенные виды энергии определенные виды терапии определенные виды оздоровления и так далее и соответствующим образом если у вас на коже эти рецепторы забиты если они каким-то образом за шлаками там отмерзшими клетками грязью то соответствующим образом можно предположить и так оно и есть это влияет на все другие органы то есть на систему вашего организма поэтому в отличие там от особенно христиан начального периода когда там кто-то из этих апостолов не не мылся 30 лет и это считалось нормально вернемся в римскую эпоху в греческую когда я гримские термы греческие бани чистота кожи вот я к этому вас призываю и соответствующим образом скифы у скифов был целый ритуал но сейчас речь идет не о бане сейчас идет о казалось бы простой элементарной банальной процедуры это принятие горячей ванны вот послушайте что я вам порекомендую для омоложения метод очень простой вы должны очистить кожу вот сделайте это хотя бы раз в неделю и вы почувствуете эффект вы почувствуете омоложение вы почувствуете энергию вы сбросите негатив вы можете делать это в принципе каждый день это только для здорового организма опять же итак я рассказываю вам свой метод процедура следующая вы набираете горячую ванну относительно воду которую вы можете выдержать но сначала тепленькую потом вы можете добавлять разбавлять перед этим вы за 15 минут выпиваете 10 капель 15 капель коньячка или какого-то крепкого напитка это опять же говорю индивидуально я рассказываю что я делаю дальше за буквально пять минут я выпиваю полстакана чистой воды могу холодной воды коньячок дает тонус дает энергию и более сильно учащенное сердцебиение разбавление крови шлаков как это называется расщепление жиров и так далее вот ведь он не дает тонус естественно состояние уже как бы внутренне нагреты выпиваю водички водичка все это выводит дальше я ложусь в ванну горячую ванну и дальше через меня проходит поток воды и опускаю воду открывается глушку и проходит вода я нагреваю вот когда я нагрелся беру щеточку попробуйте вы почувствуете просто совершенно новое ощущение вы берете щеточку и дальше начинаете этой щеткой мокрый без всякого мыла без всяких ну не знаю там добавок вот ну кто желает может пробовать экспериментировать я просто рассказываю самый простой самый действенный который я применяю где бы я ни был дальше что вы начинаете этой щеточкой тереть ну там начиная с ног вы растираете все буквально вы грубо говоря вот этим конским волосом жестким на мокрую кожу начинаете счищать себя всю отмершую кожу всю отмершую ткань всю грязь и вот таким образом не должно быть ни одного квадратного миллиметра который бы не прошелся вот этой вот щеточкой вы начинаете это снизу вот ни одного сантиметра даже пах ну я не знаю ну все буквально вот вы счищаете этой щеткой в горячей воде и я скажу что когда я это делаю я ощущаю офигенный кайф особенно когда я трудом поясницу ну скажем так и мягкие места вот бака спину там вот с помощью вот такой вот насадочки ящик голову лицо шеи шею особенно почему шею но вы знаете что все кому там за 50 посмотрите на особенно этих артистов всех на помажем они все там платочек вот так потому что шея это показатель возраста но посмотрите на мою шею не 57 лет скоро уже вот-вот 58 будет вот я не стесняюсь своей шеи в общем-то ну пока я не вижу там никаких этих ну да вообще собственно говоря скрывать все тут скрывать волос есть возраст вот но я к тому что как только вы вот такой щеткой будете регулярно горячей водой очищать у вас старая кожа будет сладить возможно есть там всякие крема там всякие ну не знаю там девушки там под глазами начинают с 14 из 15 лет уже намазать чтобы там к 50 к 40 годам еще быть я считаю что во-первых биология клетка клетка в среднем у человеческого организма может делиться где-то 80 раз вот все дальше она уже отмирает и умирает и вот отмершие клетки все нужно вовремя счищать как внутри это отдельная процедура отдельный разговор сейчас я говорю только про кожу наружную кожу и вот вы должны это все счищать и раскрывать эти поры так вот когда вы находясь в горячей ванне вся эта процедура занимает ну наверное 20 минут полчаса уделите себе дорогому ну положим после моего видео вечером примите это раз в неделю и значит когда вы вот это все с тебя начинаете счищать вот тут коньячок там пару капель то водичка которую вы выпили она дает с вас будет выходить пот но вам будет приятно вы будете ощущать небывалый кайф это не баня баня это вообще священное действие для меня баня это три часа минимум это отдельный разговор вот сейчас я говорю просто про процедуру приема горячей воды дальше рассказываю эту методику вот после того как вы очистились у вас в ванне вы увидите в ванне вода должна быть мутноватая слегка потому что все огромное количество вот этой отмершей кожи которые вы чистили они как раз дадут вот это вот ну скажем так вот эту взвесь в ванне вы увидите это показатель того что вы правильно правильно чистили себя вот это вот шлаки вашей кожи у вас открылись споры что вы дальше делаете дальше но это для тех кто хочет по моей методике или по системе там скажем так ближе уже там к йоге к тай-чи к серьезному менталитету попробуйте я говорю для тех кто меня понимает вот открыли с горячей водой до этот клапан спускной естественно украине выключили и вот это чувство когда вас разгоряченного освобождает вода у вас постепенно вода уходит каждый элемент ощущает потихоньку чарльз как только из воды появляется тот или иной участок тела запомните это состояние оно вам пригодится в других тренировках ну это я говорю для тех кто меня понимает запоминайте вот это состояние расслабленности блаженства вот это состояние когда у вас появляется тяжесть да когда вам тепло когда из вас выходит тепло когда вам жарко потому что в других моментах вам пригодится вот если вы будете делать это из-за дня в день я просто сейчас отвлекусь на этом важном моменте когда вы ощущаете либо вот такое тепло вот такое расслабление запоминаете это каждый тканик своей кожи запоминаете это своим мозгом ваш мозг на подсознательном уровне запоминает это состояние то точно также вы будете запоминать тепло как тепло так и холод когда вы замерзаете когда вы купаетесь снегу когда вы например погружаетесь в прорубь вот когда вы снимаете с себя одежду или там мокрым обсыхаете каждое из этих состояний важно те кто дальше пошел тот сможет например зимой вспомнить то состояние теплой ванны и ему станет если не не холодно то не так холодно или на порог летом вспомнить состояние купания снегу у него каждая клетка организма очищенного это помнит и мозжечок там вместе со спинным мозгом воспроизводит это состояние и вы будете совершенно другим человеком вы сумеете сбрасывать себя даже ну скажем так обыденную усталость стрессы вот это очень важно делаете это росли так вот дальше когда с вас ушла это вода я продолжаю вот то что вы делаете вы обмываетесь опять же теплой и даже чуть-чуть горячей водой с вас еще будет лить пор после того как вы вот этом растерлись у вас под будет видеть очень хорошо поскольку вы и вот когда с вас идет вот вы уже приняли горячий такой очищающий то есть вы после ванны встали вот вся грязь которая на этой воде плавала вы ее душиком тепленьким смыли себя берете маслица желательно оливковое ну я говорю там может быть гвоздичное оливковое ну разные кому какое по душе и кто там больше знаний нет я беру простое оливковое масло это еще древние греки древние скифы это все пользовали так вот беру и дальше начинаю растирать себе вот растирать буквально вытирать собственно говоря вот как говорили мне многие адепты серьезные йоги что после того как вы обмылись водой не надо плотенца разотрите себя руками вот чтобы у вас ну воды не было только благодаря тому что вы растираете рука это очень полезное действие с точки зрения энергетики с точки зрения массажа ну со всех позиций так вот возьмите масло и этим маслом когда вы еще разгоряченные когда у вас открыты поры вы себя натрите смотрите хорошо и разотрите его втирайте его в себя все лицо шею как вот там эти как их моего возраста все говорят уже следить за шеи да я слежу за ней также как за всем остальным вот и значит дальше вы все разрастерли и вот у вас поры они еще выделяют под дальше что а дальше вот когда у вас масло все впитывается у вас кожа прямо вся очищается она впитывает вот себя все вот эти вот эфирные масла ну короче всю прелесть от оливков вот то вы выходите на холод чуть-чуть на холд ну не на мороз там ну то как я могу и в снегу это вот дальше что происходит или обмойте себя холодненькой водичкой что дальше происходит происходит естественно если кожа сжимается поры закрываются но они уже вобрали в себя вот это масло вы чистой у вас нет грязи и вот вы вышли на холод у вас потихоньку не на такой холд что прямо в дубай какой-то прохладный чтобы у вас ну конечно не простудиться игры это индивидуально вот я могу и станут со 100 градусов выйти в минус 30 градусный мороз но это как бы индивидуально зависит так вот дальше вас поры закрывается и вместе с этим маслом у вас входит вся энергия и весь позитив это и есть моя методика вот вы таким образом вы после этого там буквально через пять-десять минут еще можете облиться там холодненькая водичка облиться но вот вы пройдя вот эту вот процедуру всю которую я рассказал вы омолодите свою кожу вы омолодите свой организм вы очистите свое сознание вы станете сильнее вы станете совсем по-другому смотреть на те вещи которые буквально до этой процедуры вы видели ну которые у вас там отложились но сделайте это и вы увидите почувствуете разницу это очень простой метод но попробуйте его применять раз в неделю хотя кто хочет может чаще что дальше дальше вы можете уже пойти потянуться взять чаю попить да значит ну какао это самое я люблю очень пить коньячок можете немного это лекарство не забывайте все крепко это лекарство для чего у вас организм почувствует изнутри еще какое-то очищение через вот эти какао для чего нужно если у вас тренированное тело вы сделали такую процедуру после тренировки значит у вас внутри насытятся молоком и какао энергией у вас мускулы там стальнее и сильнее но это простая процедура которая на мой взгляд ведет здоровью ведет к омоложению конечно те кто там у кого сердце слабенькое кто там после всяких заболеваний или там используют какие-то лекарства там и так далее наверное это не нужно так что не нужно тем кто употребляет стероиды потому что это очень большой негатив внутри каждой клетки к чему он может привести ну даже вот такой небольшой стресс может повлиять на изменение функционирования целых систем органов почему потому что принимая вот такую процедуру в ванне вы не думаете что вы только кожу очищаете оздоравливаете или только на кожу влиять естественно любое тепло любое изменение температуры любое состояние отражается на каждом из ваших органов а уж говорить о том что акупунктурно энергетически связано то или иное там массаж или тепло или какое-то влияние на тот или иной участок кожи с каким-то органом даже говорить не приходится ну и конечно же ваше сознание конечно же ваш мотор половая функция вот я завершу на простом очень как бы факте который касается лично меня вот ну почему потому что спрашивают говорят вот ты там рассказываешь там говоришь я скажу просто еще несколько минут внимания тем кто интересно вообще мои видео или то что я говорю его в том что что из себя сам человек представляет то вот он имеет право говорить значит но как я сказал что мне уже 57 лет скоро будет 58 вот я прекрасно себя чувствую вот у меня все в порядке со всеми функциями как мне кажется организма в том числе с этой головой с другой головой тоже вроде все в порядке вот значит то я два раза в день тренируюсь ровно столько сколько раз я видел это мой принцип вот как что это я уже говорил других видео но это я говорю тем критиком оппонентом тем с кем я дискутирую потому что прежде чем там выдавать что-то там или говорить вот вам нельзя пить или там вы пропагандирует это уважаемые вот я начинаю говорить просто доживите до 50 вам сейчас сколько там 35 40 45 на этом сколько 55 покажите что вы из себя представляете после 50 лет вот это для меня показатель потому что быть тренером в 30 лет и говорить я вот только там олимпийскую медаль завоевал я вот тут чемпион ну посмотрите что из этого человека будет после 50 вот это для меня показатель и но вы знаете что к сожалению люди очень многие после 50 после 25 там выглядят мягко говоря бледно печально многие из них уже там нас метром орды куча всяких онкологии там мы не знаем мы тогда вот если человек до 50 лет не сделал системным подход ко всему что касается здоровья там это и спорт это и сон это и питание так далее то чтобы он не говорил для меня это слабый авторитет я знаю что я говорю потому что ну простой пример я не хвастаюсь недавно я сдавал кровь а я раз в полгода сдаю кровь и в прошлый раз я сдал пробу на тестостерон вот у меня были там споры вот но я расскажу так значит норма тестостерона в конце полового созревания это где-то 16 18 лет 35 и выше единиц но условно говоря ну в каждой там страна связи я говорю про то что я с доктором дискутировал значит норма тестостерона для людей после 25 если я не ошибаюсь это где-то 22-24 каких-то условных единиц норма для людей которые занимаются активно либо спортом либо ведут такой физически тяжелый труд это там кузнецы лесорубы там ну сельские жители после 50 лет это где-то 16 18 где-то так да значит но мне 57 лет у меня норма тестостерона 32 единицы когда доктора это как бы это самое ну я пришел и причем там был такой очень долгий диалог и в общем то я не хвастаюсь но мои анализы результаты попросили рассказывать на лекциях студентам плюс там мои какие-то фотографии и прочее вот это буквально было месяца полтора назад месяц назад так что не исключено что я буду в качестве экспоната для студентов и студенток так вот к чему я хочу сказать мне осталось еще для того чтобы с кем-то дискутировать вот взять эту как его спермограмму ну как это количество сперматозоидов и их активность для того чтобы я это сделаю мы думаю что я это сделаю для того чтобы мне доказывать и говорить самому себе в первую очередь потому что мне нравится здоровый образ жизни мне нравится постоянно расти в своем осознании что я живой полноценный здоровый человек и вот только сейчас мне там скоро 60 вот я ну должен на мой взгляд чувствовать себя постоянно ну повышали что-то ну вот это коротко в заключение и кто досмотрел или как там интересно значит лайки не лайки там комменты я отвечать буду на комменты только конструктивные вот мне интересно найти собеседников с которым мы живем в каком-то одном ментальном гомо сапиенс поле поле или волне все кто хочет критиковать добро пожаловать в любой серии походы каратэ питание материальная культура но вот все что из меня жизнь представляет вот я что думаю то и говорит пожалуйста только конструктивно особенно в сфере здоровья или в серии единоборств ваш возраст ваш внешний вид ваши показатели больше меня подтягиваетесь больше меня отжимаетесь лучше меня там что-то делаете с удовольствием вас послушаю еще если ваш возраст хотя бы после 45 50 ну вот а сейчас посмотрите там как я это делаю в ванне всего вам доброго до свидания ну вот примерно вот так вот берете такую щетку с конским волосом и каждый сантиметр своего тела в горячей воде распариваем начинаете вот так вот отстирать хорошо пока вода не станет полностью отопневшей кожи вот каждый сантиметр включает лицо голову щеки вот все буквально вот так вот каждый сантиметр начинает снизу и сверху без разницы вот но вот так вот вот таким вот образом начинаете снова вот такой щеткой с жестким конским волосом вот так вот себе стираете вот потом когда все закончите возьмите холодную воду быстро встаньте потом под горячую и после того как вы горячей воде будете уже высыхать берете оливковое масло и оливковым маслом вы стираете всю кожу руками вот ну буквально так чуть-чуть чтобы оливковое масло попало но это в общем то конечно баня это самое главное вот русской баня которая пошла опять же от скифов вопреки всем этим христианским мученикам которые там по 33 года не мылись это здоровье русского человека вот славянина потому что литва хвастается своими банями своей парной там белорусы но все славяне поляки естественно в общем короче это наша сила это наши колоссальные факторы здравления ну вот коротко так